Друзья, всем привет! Я продолжаю снимать серию видео о семенах на 2019 год. Сегодня пойдет речь о капусте, кабачках, арбузах, огурцах и о зеленом горошке. Я вообще сама люблю такого рода видео, когда снимают огородники. Мне очень интересно послушать и отзывы, и какие семена им удалось купить. Начну обзор с белокочаной капусты. Это Мегатон, средне-поздний гибрид, выращиваю довольно-таки давно, нравится. Кочаны крупные до 10 кг, плотные, хрустящие, вкусные, хранится там до 5 месяцев. Вообще этот гибрид я использую практически только для квашения. Капуста Скайвокер, это средних сроков созревания гибрид. На фотографиях вы видели, какая красивая капуста. Действительно, сажаю, уже выращиваю довольно-таки много лет. Качан может достигать до 3,5 кг. Белая, плотная, красивая, на соцветия не распадается, вкусная. Листья внутренние ее закрывают. Замечательный гибрид. Я вообще им очень довольна. И уже как несколько лет я вообще больше никакую капусту цветную не покупаю. Именно Скайвокер считаю самой идеальной цветной капустой. Следующая капуста это Покчой. У меня здесь двух видов. Вот такая изумруд. Но сначала я ее купила, а потом уже посмотрела, что все-таки... Вообще капуста Покчой же бывает двух видов. Это когда вот эти корешки, черешки, вот эти они полностью зеленого цвета, а листья тоже зеленые. Есть еще Покчой, когда листья зеленые, а вот эти черешки белые. Вот эта капуста мне с белыми черешками больше нравится. В общем, сначала купила эту, посмотрела уже потом, а потом уже дозаказала другую капусту. Что хочу сказать об этой капусте. Я когда ее впервые высаживала, я ее не распробовала. Вообще она мне не понравилась жутко. Зря думала, что потратила вообще на нее время. Больше половины у меня ушло в цвет. В общем, я ее не поняла года два назад. В итоге, в прошлом году я ее опять повторно из любопытства посадила. И тут, аллилуйя, она мне понравилась. Причем очень понравилась. Она, знаете, ее самый важный момент вообще правильно и вовремя высадить. Потому что это как редиска, собственно говоря, и капуста пекинская. Ее нужно правильно высадить в нужный момент, потому что культура короткого дня светового. Она холодостойкая. Она, если тоже неправильно посадить в неправильное место, она уходит сразу в цвет. В общем, к выращиванию этой капусты нужно приноровиться. Вот вы на фотографии видели, какая капуста у меня получилась в этом году. Это фотография с моего огорода. Я ее, знаете, в чем еще распробовала? Я ее тушила, резала мелко мясо. Очень быстро, как делают типа китайцы, обжаривала. И также очень быстро на большом огне обжаривались овощи. И плюс туда было добавлено как раз таки капуста пакчой. Все это вместе получилось очень вкусно. Очень понравилось. Поэтому в этом году тоже посажу обязательно. В этом году я немножечко тоже хочу отдохнуть от капусты. Не буду высаживать много сортов. Но у меня здесь есть пустые пакетики. Я быстро прям хочу вам сказать, что у меня в этом году было с капустой. Белокочанная капуста тоже Мегатон. Это от Уральского дачника. Семена просто полная ерунда. Сколько здесь было семян? Здесь было 12 штук. И ни одной семечки не взошло. Это уже у меня не в первый раз. Поэтому Мегатон покупают только вот такой фирмы, голландской линии. Все. Только здесь у меня семена сходят. Вот как раз она у меня. Я сначала купила от Уральского. Ничего не взошло. Потеряла время. А потом пришлось купить от голландской линии. Здесь как раз таки все взошло. Капуста Чеддер. Тоже делала обзор у меня на канале. Зайдите, посмотрите. Очень захотелось мне желтую капусту. Она очень красивая. Пять семян. 87 рублей. Не стоит ни денег, ни потраченного времени. Из пяти семян зашло всего лишь одно. Выросла одна капуста. Вот вы видели на фотографии. Плотная, жесткая, невкусная, травянистая. Цвет красивый. Единственное все. Смысла сажать не вижу. Капуста Лаки. Это гибрид. Высаживаю уже тоже лет 5-6. Никогда она меня не подводила. Вы на фотографиях сейчас увидели, какие красивые кусты. Это еще капуста такая, что она дает придаточные вот эти маленькие головки. То есть, срезая основную головку, она еще дает боковые. Между прочим, не все капусты, брокколи на это способны. Нужно об этом знать. Отлично капусты. Они небольшие, но они вкусные. Главное вовремя собирать, чтобы капуста не уходила в цвет. У меня всегда она получалась. Вот Лаки. Капуста Белокочана Пандион. Это гибрид. Это по типу июньской, раннеспелой. Сажаю уже вот этого пакетика. Мне хватило на 3 года. Он сейчас пустой. Я не буду в этом году высаживать раннеспелую капусту. Хочу отдохнуть. Июньскую, не сажая уже как раз эти 3 года, она мне перестала нравиться. Этот гибрид. Качаны все выровненные, раннеспелые. Здесь они через 55 дней можно снимать урожай. Никогда не трескаются прямо здесь на кусту. Даже если она уже созрела, она будет такая же ровненькая сидеть. Плотная, сладкая, сочная, очень вкусная. Вот Пандион попробуйте когда-нибудь, никогда больше не будете июньскую сажать. Калибас. Вытянутая, значит, капуста краснокочанная. Ни одно семечко вот этой фирмы не взошло. Так, кабачки. Кабачок Авели. Это гибрид. Выращивала его позапрошлом году. Впечатления хорошие. Кустовой гибрид. Мякоть сочная, кожура тонкая. Раннеспелый. Кустовой. Нравится. Но в прошлом году почему-то я его не купила по какой-то причине. Я купила обычный какой-то гибрид. Вот остались у меня от него плоды хранятся на лоджии. Не скажу, что он не было урожая. Был. Но быстро перерастали и кожура становилась твердой. У Кавели такого не наблюдается. Черный красавец цукини. Всегда выращиваю. Они мне даже больше нравятся, чем кабачки. Тоже этой серии. Знаете, черный красавец, негритенок. Вот. Кустовые. Раннеспелые. Мякоть сочная. Кожурка тонкая. В общем, нравится. Всегда их выращиваю. Фасоль. Это спаржевая. Низкорослая. Журавушка. И нота. В прошлом году выращивала журавушку. Нота в этом году купила. Высевала в прошлом году три пакета. И это очень много. Несмотря на то, что она низкорослая. Она, по-моему, там до 50 сантиметров идет. Да. Здесь вообще до 40. Она очень и очень урожайная. Я уже замучилась в этом году снимать урожай. Только соберешь стручки, они опять тут же просто нарастают. Еще в прошлом году сажала я, выращивала желтую. Ну, желтая у нас в семье как-то она не пошла. А вот зеленую хорошо ели. Главное не давать перерастать стручку, чтобы не образовывался вот этот пергаментный слой. Там и семена не вызревали. Она тогда получается очень нежная, хрустящая, сочная. Я ее и замораживала. Мороженую фасоль можно использовать и в рогово, овощные. И в супы я даже добавляю, когда варю. Следующий у нас огурцы. Купила огурцы. СВ-3506. Были куплены на выставке на ВДНХ. В сентябре, по-моему, агропромышленная какая-то выставка была. В общем, там купила, нахвалили. Как вы понимаете, это гибрид. Это голландская линия была. Они из большой пачки расфасовывали вот в такие маленькие. Ну, хвалили, хвалили. И при мне тоже люди их брали, брали. В общем, за компанию взяла и я их. Купила. Следующий огурец. Артист. Я его не высаживала. Это семена с прошлого года. Два пакетика гибридные. Ничего не могу сказать. Если будет возможность, конечно, посажу в этом году. Дива дивная. Не понравился мне этот огурец. Это вот опять уральский дачник. Не знаю, как-то он мне попадается вечно. Знаете, что было? Мне в нем не понравилось. Значит, было очень много пустоцветов. Был весь облеплен в цветах. Но все, ну не все, конечно, но большинство из них были они пустые. Еще зеленцы некоторые почему-то давали горечь. Хотя я огурцы выращиваю в теплице, за ними ухаживаю. Не буду их сажать точно. Огурец-аллигатор. Выращивала его раньше, прям года три или четыре. Потом он у меня как-то эти семена пропали. Я их не нашла. И начала покупать, вот знаете, из этой серии китайских. Там холодоустойчивый, засухоустойчивый и так далее. Не пошли они у меня. Та серия. Не знаю, почему. Мне кажется, они все вообще-то длинные. Вот такие длинные, одинаковые. А вот этот гибрид-аллигатор. Он мне всегда нравился. И вот в этом году я его нашла и буду, значит, я его выращивать. Но в теплице. Что самое интересное, он пчелоопыляемый. Но вот сколько я его выращивала, года три-четыре, я его всегда выращивала в теплице. И у меня был отличный урожай. Хотя он пчелоопыляемый. Но в теплице он дает урожай. Не знаю. В общем, опять по-прежнему буду его выращивать в теплице. Он у меня удается самый лучший. Следующий огурец бабайка. Тоже гибрид. Буду в этом году выращивать. Это с прошлого года семена остались. Но я их буду прививать на лагинарию. В прошлом году я занялась этим делом. Не все, конечно, прививала. Так, для эксперимента какие-то привила, какие-то нет. И высадила в одну теплицу. Мне понравилось прививать. Как раз этот огурчик попробую привить. Семена из Польши. Там проживает зритель моего канала. И мы с ней поменялись семенами. Вот она мне прислала семена огурцов. Представляете, два пакетика по 6,5 грамм. Это по пол пакета. Этих семян вообще должно хватить на лет 20. Мне она сказала, что это сорта очень популярны в Польше. Но я так понимаю, что это гибрид. Потому что здесь очень и очень мелко. Видите, стоит F1. Понимаю, что это гибрид. В общем, конечно же, в этом году посажу. Буду выращивать. Попробую. Понравится, если. То и могу и соседей угасить. Следующий сорт. Это НК Мини. Заказала у очень хорошего человека. Огородника с колоссальным стажем огородничества. Он мне их сам посоветовал. Ультраскораспелый сорт. Короткоплетистый. Пчелопыляемые, конечно, высота. Всего лишь у них 40 см. И длина плода составляет до 9 см. И на 1 квадратном метре можно высаживать до 20 растений. Идеален для заготовок. И очень и очень вкусный в свежем виде. Отличный вкус настоящего огурца. Это вот были его слова. Конечно, после этих слов я не могла не заказать эти семена. Буду пробовать. Он мне очень сильно просил, чтобы я сохранила этот сорт. То есть я не должна высадить его с другими сортами, чтобы не было перепыления. Но так как в открытом грунте я буду выращивать только их. И больше никакие сорта. Поэтому я думаю, что если мне понравится этот сорт, как им описаны, я обязательно буду собирать семена, потому что вот вкусно стоящего огурца действительно нужно еще поискать. Следующие у меня арбузы. Буду выращивать два сорта. В прошлом году я тоже выращивала два сорта. Сейчас я вам расскажу. Тоже у этого же огородника. Для открытого грунта, для средней полосы. Это Московская область у меня. Порекомендовал следующие сорта. Это цыганок скороспелый. Плоды достигают до 2,5 килограммов. Корка темно-зеленая с размытыми зелеными полосами. Мякоть ярко-красная, сочная, сладкая. Цыганок. И арбуз табан лиджан и. Тоже он ранний, но он будет поспевать чуть попозже, чем цыганок. Плоды весом до 3 килограммов. Желтые, очень вкусной мякотью. Надежный, стабильный сорт для получения урожая. Вот буду пробовать их в этом году. Конечно, сказал мне он, чтобы посадить их подальше друг от друга. И под укрытие их. Или под материал, или под пленку. В общем, буду что-то думать в этом году, чтобы у меня не было переопыления. Но я хочу арбуз этот посадить на огороде. А этот за домом. Ну, там у меня расстояние очень приличное. И хочу под тонкое агроволокно, под семерочку, чтобы они у меня были накрыты. А я выращивала в прошлом году два сорта. Это арбуз сибирская роза. Так, ланта у меня почему-то там пропала. В общем, не получился у меня этот арбуз. А сибирская роза отличный вообще арбуз. Очень мне понравился. Кожура такая у него темно-зеленая, без полос. Они небольшие. Там по два килограмма были, по-моему, арбузики. Мякоть такая яркая, вкусная, сладкая. В общем, вызрел по полной программе. Сняла 5-6 плодов. Но я много и не высевала. Арбуз SRD. Возможно, он хороший. Я ничего не могу сказать. Это очень такой знаменитый сорт. Но он у меня не получился. Его нужно... Он более поздний, чем вот эта сибирская роза. Плоды там до 5 килограмма не могут быть. У меня был он 3 килограмма. Но он у меня не созрел. Если этот сорт не созреет на кусте, он невкусный. То есть его недозревшим вы сорвете, будет он травянистый. Он у меня был розовый, все. Но вот спелости ему не хватило. Он более поздний. Так. Еще дынку сажала. Такую дыню. Спринт. Это гибрид. Внешне она вроде бы у меня на кусте и пожелтела. И вот такая сеточка была. Говорят, что когда вот образуется такая сеточка, то тогда дыня поспела. Была у меня сеточка, но я разрезала. И вот эта сама сердцевинка ближе к семенам, она была очень сладкая, очень вкусная. Но чем ближе к кожуре, тем она была травянистая. То есть она полностью у меня тоже не вызрела. Хотя они пишут здесь, что она ультра скороспелая. Не пошла. Я даже в этом году дыню не буду сажать вообще. Осталось мне рассказать только о горошке зеленом. Здесь я написала свои семена, но здесь своих семян мало. Это просто у меня пакетик покупной разорвался. Я их сыпала сюда. Я даже не помню, какое там было название. Но огорок всегда покупала такой, знаете, не замудренный. В больших пакетах. Там типа воронежский. Очень хороший горошек. Попробуйте. Зима, сахарный. Вот такие горохи. Я его люблю и в свежем виде, и в мороженом. В общем, во всех его проявлениях. Но в одном из видео мне зритель написал, что они пробовали в орегонский гигант. Попробуйте, и вы не пожалеете. Мне вообще заинтересовала эта тема. Думаю, что за сорт такой. Начала искать в интернете. Его, между прочим, мне так-то легко и вообще найти, оказывается, было. Ну, я его нашла. Вот он он. Это орегонский гигант. Это высокое вообще растение. Достигает двух метров. С крупными до 20 сантиметров стручками. Не имеет пергаментный слой. Зерно крупное, нежное, сладкое. И очень урожайное. Ну, конечно же, при уходе за ним. Нуждается в опоре. Понятное дело. Вот приобрела. Ну, тут мою душу понесло. И я тут же заинтересовалась еще сортом капуцинос. Вот такой горошек. Среднерослый. Очень урожайный. С крупными плодами. Их даже здесь видно. И его считают, что он, ну, конечно, не из лучших, но один из лучших горошков в консервировании. Ну, и, конечно же, в замороженном виде. Вот буду пробовать такой. Капуцинос называется. Тут я увидела сорт афила. Вот. Конечно же, я его приобрела. Вот он. Чем заинтересовал? Это очень декоративное растение. Поскольку вместо листьев у него усы. И горошек просто усыпан плодами. И, цепляясь вот этими усами, может расти без опоры. В общем, смотрится очень декоративно. И, в общем-то, он не только красив, но еще и вкусен. Я не могла не купить этот горох. И следующий сорт. В общем, фиолетовый сахарный. Знаете, я когда-то сажала горох фиолетовый. Когда стручок внешний, он фиолетового цвета. Мне тогда он не понравился. Он внешне был очень красивый, такой фиолетовый. Зернышки были зеленые. Но он был жестким. Мне из-за этого не понравился. И я его, в общем, перестала сажать. Выбился он у меня. Ну и все. Я о нем как-то успешно забыла. Но тут я опять увидела фиолетовый сахарный сорт. Это растение тоже до двух метров вырастает. Нуждается, конечно же, в опоре. Стручки фиолетовые. Крупные сами по себе. И наполненные очень вкусными горошинками. Но как тут можно было не купить. Приобрела, конечно. И я надеюсь, что у меня будет в этом году возможность законсервировать свой домашний горошек. Ну и тем более, мне достался отличный рецепт. А на сегодня у меня все. Остались у меня такие культуры, как корнеплоды, зелень и, конечно же, цветочки. Кому интересно, заходите, подписывайтесь. Всем пока!